Так, пришел на рынок, сейчас буду забирать данный автомобиль Tassiento, гибрид Хорошее состояние автомобиля, но, наверное, к нему мы вернемся И хочу вам показать два интересных автомобиля, которые Ну, один уже набрал популярность давным-давно А второй набирает Конечно же, это, который набрал Honda Step-Wagon Spada Открыт? Открыт Полноценный такой семейный микроавтобус Данный автомобиль 2016 года выпуска Объем двигателей 1,5 литра Вариатор, он турбовый Штатное литье, хорошая резина установлена На автомобиле неплохое состояние Я вам скажу, в принципе, в принципе, спад, есть выбор Вот недавно закончил поиск автомобиля До полутора миллионов Можно найти довольно неплохой автомобиль Итак, задняя дверь Интересная в том, в плане То, что она ломающаяся Она, во-первых, она открывается наверх Как все это привыкли делать Проходит, проходит Как все это привыкли делать На автобусах И она еще ломается Итак, вот три ряда сидений Третий ряд В данный момент у нас разложен Места довольно много Да не довольно, а много места То есть там у месяца Поместится взрослый человек У меня даже есть где-то уже обзорчик Небольшой Три подстаканника Здесь два подстаканника Неплохое багажное отделение Что-то можно сюда засунуть А если мы еще и складываем сидения Места просто-просто очень много Итак, я вам хочу показать дверь Какие япошки все-таки молодцы Вот таким образом она открывается Ломается Когда третий ряд сложен Вот таким образом, да? То есть мы дверь открыли Делаем вот так Оп Специальный коврик И попадаем с вами На третий ряд сидений Продемонстрирую даже вам Я тоже показывал Здесь очень удобная ручка Так, неправильно Оп Вот смотри Так Это косяк мой, да? Неправильный я открыл Все Дверь у нас открывается Как жарко Очень жарко У автомобиля Вообще мне прям Вот Если бы я выбрал себе автобус Я бы взял себе степа Сбоку идет обвес Бак находится слева Ветровики Вижу отсюда Ваш штатные шторки Второй ряд сплошной Места тоже много Есть второй Монитор Пульт Подстаканники Подлокотник Ну давайте Сильно углубляться не будем Сейчас узнаю Цел на этот автомобиль Покажу Фрид Вот Повезу его в транспортную И расскажу еще Про процесс покупки Автомобиля Через меня Потому что Вопросы Постоянные Друзья Постоянные вопросы А сколько это стоит У вас спада Вот это вот Серенькое Один миллион Четыреста пятнадцать тысяч Стоит этот автомобиль А пока переводят деньги За это Хочу вам показать Фрид Плюс Восемнадцатый год Кстати у него Довольно неплохое состояние Я его смотрел Полтора литра Передний привод Он не гибрид Многие берут Не гибриды За счет того Что здесь установлен Вариатор Ну Багажное отделение Вот как раз Пожалуйста Примерно как оно выглядит Плюс в том Что мне нравится Оно грубо говоря Разделено здесь На два отсека То есть верхний И нижний Отсек Да Багажное отделение Пластик Но опять же Большинство Таких минивэнов Везде идет пластик Есть розетка На двенадцать Есть вот такие вот Кармашки Запаски нет Здесь Сзади предусмотрена Подсветка Вот такого Плана Зимняя резина Литье не штатное Но тем не менее Довольно неплохое Бесключевой доступ Все как любят Электродвери Шикарный цвет По месту Нормально Подстаканник Шторок Нет Удобные Ручки Тоже Подсветка Вот она Ручка Выходить Удобно С автомобиля Вот Ну что еще Показать Сиденье Второго ряда Оно двигается Ездит Вперед Назад Пропорции Да Вот 30 на 70 Друзья Понагнали Вон Мини джипиков Постараюсь Обязательно Завтра туда Добраться По комплектации Антиюз Датчик при столкновении Две электродвери Корректор фар Кнопка старт Удержание в полосе Круиз Контроль Два подлокотника Климат-контроль Все есть Аукционник Ну немного пробег Подкорректирован Немного Побиль Неплохой На самом деле Один миллион Изменит память 150 Или 155 1000 Он стоит Так ребят Давайте начнем Давайте не будем делать обзор Про автомобиль Да Потому что Получится очень долго Вот И не все посмотрят Лучше информация Для тех Кто действительно собирается Покупать автомобиль Кто собирается заказывать автомобиль Как вообще весь процесс этот происходит Я уже говорил В каком-то видео Не так давно Но Видимо Как бы не все Поняли процесс Итак С чего начинается Заходите на сайт Дром.ру Выбираете Который автомобиль Вам понравился Скидывайте ссылку В браузере Копируйте И отправляйте ссылку Если вы заходите С компьютера Вы скидываете фотографию Чтобы был виден Телефон продавца Чтобы я видел Автомобиль Цвет Чтобы я видел Сколько он стоит Чтобы не получилось так То что вы скинули Там Не понять что Да И для вас Посмотрится Скажем так Не понять что Чтобы был виден Телефон продавца Вам нужно авторизироваться На сайте Дром.ру Да Это процесс Недолгий Процесс несложный Потому что многие Ой а как вот Почему я не вижу Телефон Телефон продавца Итак Ну с этим разобрались Да Скинули ссылочку Я созваниваюсь С продавцом Договариваюсь с ним О встрече Договорился Отправляю вам Номер карты Вы переводите деньги Напоминаю Осмотр автомобиля Стоит Две тысячи рублей Не пять Не десять Не пятнадцать Не двадцать Две тысячи рублей Осмотр одного Автомобиля Что вы получаете Вкратце Фотоотчет Порядка Двести Плюс фотографий Плюс видео Каждая деталь Замеры Толщиномера Фотографии салона Фотография сканера Что проверяется Более подробненько Да Чтобы нам Скажем так Долго Процесс Этот Долгим Долгим Не был Я уже Расскажу По телефону Звонок Надо ответить Мне Так Вот как раз Звонил Уже Владелец Данного Автомобиля Итак Все Автомобиль Для вас Осмотрен Вы посмотрели Я вам отправляю Ватсапе Фотографии И тут же Пишу голосовое сообщение Что происходит С данным Автомобилем Вы смотрите Фотографии Слушайте То что я вам Сказал И потом Уже Задаете Мне Вопрос Если Какие Вопросы У вас Остаются Итак Автомобиль Вас устроил Процесс Перевода Денег Два Варианта Либо Перевод на Карту Сбербанка Продавцу Либо Посредством Перевода Раньше Назвался Калибре Сейчас Он называется До Востребования Вот Опять же Там Более подробно Я расскажу То есть Мне деньги Я деньги Не беру Я автомобили Эти Не продаю Вот Сейчас Был Перевод На Карту Сбербанка Я пришел К автомобилю Я стою Возле Автомобиля Документы У меня В руках Я Отзвонился Подписчику Он перевел Деньги Все Продавец Деньги Получил Машину Мне Отдал Далее Какие Документы Вы получаете Машины Везутся Либо на ФИС Лиц Либо на Юрлиц Данный Автомобиль Привезен На ФИС Лицо Вы получаете Выписку Так называемая Электронная ПТС Вот так Она Выглядит Здесь Есть Все Данные Автомобиля Далее Вы получаете СБКТС Сертификат Безопасности Транспортного Средства Вы получаете Так Это Что Таможенная Пошлина На Авто 221 Тысяча 221 Тысяча Рублей Да Вот Плачена Пошлина Вы получаете Кофию Паспорта Продавца Физика Да Так Называемого Здесь Есть Все Его Данные Вы Получаете ТПО Таможенные Платежи И В принципе Вам Больше Ничего Не Нужно Ну Здесь Продавец Вложил Еще Два Договорчика Да С То есть Все Отлично Если Автомобиль Привезен На Юрлицо То Договора Уже Идут В комплекте Там Стоит Роспись И Стоит Печать Фирмы На Кого Растаможен Автомобиль Далее Значит Автомобиль Везется Гонится В транспортную Компанию В транспортной Компании Заключается Договор На Оказание Перевозки Я Отправитель Все Мои Паспортные Данные Там Есть Все реквизиты Транспортной Компании В договоре Указаны Ну и Также Вы Получатели Оплата Транспортной Компании Происходит При погрузке Автомобиля На Автовоз То есть Ну Грубо говоря Да Ребята Там Загрузили Автомобиль Скинули Вам фотографию Все Машина Загружена Вы Переводите Им Деньги Кстати Помимо Договора Транспортной Компании Есть Еще Опись Автомобиля Если Есть Какие Вложения В Автомобиль Вот Здесь Будет Литье Все Это Вносится В Опись Все Вы Спокойно Сидите Дома Ждете Свой Автомобиль Водитель Автовоза За Сутки С вами Связывается Вкратце Я Вам Процесс Рассказал Вот То есть Еще Раз Пройдемся Автомобили Сайт Дром Точка Ру Зашли Скинули Ссылочку На Автомобиль Я Созвонился С продавцом Договорился О встрече Фото Видео Учет Вам Предоставил Опять Звонок Ребят Далее Значит Смотрите Многие Просят Там Ну Есть Такие Автомобили Сделай Химчистку Съезде Обслужи Автомобиль Там Сигнализацию Поставить Еще Что Друзья Я Этим Не Занимаю Я Отвечу На Вопрос Почему Потому Что Я Еду На Чужом Автомобиле Это Не Мой Автомобиль Опять Установка Сигнализации Та же Самая Химчистка Это Нужно Брать Автомобиль Отгонять Куда Ехать По Городу Это Ответственность Плюс Чужой Автомобиль Кому То Отдавать Ну Я Стараюсь Этого Не Делать Что Касается Резины Масла Фильтра Расходники Без Проблем Вот Сейчас Машину Сфотографировал Ну Резину Не Взяли Литье Машину Положили Все Это Все Бесплатно Денег Я За Это Не Беру Надо Кому Купить Масла Фильтра Тоже Без Проблем Вот Машина Отгоняется В Транспортную Компанию Я Уже Потом На Своем Автомобиле Сажусь И В Процессе Работы Еду Докупаю Потом Докладываю Докладываю Все Вот Что касается Транспортной Компании По Срокам Ну Я Не Вожу Автомобиль Я Не Могу Вас Ориентировать По Срокам Я Скидываю Договор Кстати По Перевозке Кому Кому Интересно Сколько Стоит Перевозка Просто Ватсапе Кидайте Слово Прайс Скинули Прайс Я Скинул Прайс На Перевозку Автомобилей В этом Прайсе Указан Телефон Транспортной Говорю Это Не Моя Транспортная Компания Вот Я На Эти Вопросы К сожалению Ответов Не Знаю Но Сейчас Я Хочу Сказать То Что Есть Очередь Очередь Есть Довольно Хорошая Неплохая Как Минимум Автомобили Будут Стоять Две А то И Три Недели Вот Недавно Пригнал Автомобиль Он Идет Аж В середине Сентября Почему Да Потому Что Многие Хейтеры Пишут Правый Руль Никому Нафиг Не Нужен Ребят Правый Руль Нужен Еще Как Надежнее Правого Руля Я По крайней Мере Не Встречал Я Был В Питере Летом Каждый День Я Ездил На Разных Автомобилях Там Каршеринг Тема Развита Мне Она Очень Понравилась Каждый День Специально Брал Разные Автомобили Так Вот Автомобили С пробегом До Скажем Так Восьмидесяти До Соточки До Пятьдесят Шестьдесят Семьдесят Тысяч Они Еще Нормальные Они Еще Ездят Автомобили После Ста Тысяч Это Хлам Это Реально Хлам Комплектующие Запчасти Те же Самые Автомобили Берем Японского Производства Японский Автомобиль Для Внутреннего Рынка Японии И Японский Автомобиль Собранный В Японии Для Европы Это Небо И Земля Вот Серьезно Ну Я Конечно Был Удивлен Состоянием Автомобиля После После Ста Тысяч Километров Пробега Это Конечно Это Конечно Нечто Вот С Японским Автомобилем Такого Не бывает Вот Здесь Пробег Так Какой у нас Пробег На Сиенте Девяносто Девяносто Тысяч Подвеска Ну Идеал Конечно Это Завода Она Не гремит Не стучит Салон Чистый Неуделанный Не зачуханный Двигатель Шепчет Подтеков Ничего Нет Состояние Хорошее Салончик Ну Реально Вообще Клевое Состояние Салона Вот Такое Вот Друзья Небольшое Видео Получилось Сейчас Все-таки Доеду До Транспортной Компании Время Практически Два Часа Дня Вот Нужно Ехать Дальше Проверять Автомобили Кому Нужна Помощь Звоните Пишите Обращайтесь Большая Просьба Не звонить По ночам Скидывайте По стоимости Опять же Да Вы можете Не звонить Если Кстати Я днем Не беру Трубку Днем Вы тоже Должны Понимать Днем Я работаю Я бываю С людьми Хожу Я не всегда Могу Ответить Ватсапе Что-нибудь Прислали У меня Идет Смс Автоматический Ответ Только Что-то Приснали Вам Сколько Стоит Вообще Что Проверяется Вот Поэтому Подписываемся На канал Кому Нужна Помощь Звоните Пишите Обращайтесь Всегда Рад Помочь